Игорчане продолжают гуманитарную миссию в Курганской области. Гуманитарный добровольческий корпус зашел в Заураль неделю назад. За это время добровольцы укрепили набережную в городе, снабдили местных жителей предметами первой необходимости и эвакуировали пострадавших. Возводим временное укрепление дамбу. Воды, как бы... Есть информация, что воды будет очень много. И дело в том, что город находится ниже береговой линии в некоторых местах. И это приведет к большим проблемам. Отмечу, что сбор добровольцев ведется по поручению полномочного представителя президента ВУРФО Владимира Якушева. И продолжится, пока есть необходимость. Многие добровольцы привозят в Курган личные палатки и лодки. Гуманитарный добровольческий корпус рекомендует брать с собой в миссию теплые вещи, резиновые сапоги, дождевики, перчатки и медикаменты. Накануне в Курган из Югры выехали еще 8 человек. Заявок очень много, но не всем получается отопроситься с работы. Там еще какие-то нюансы. То есть на выходные у нас было, по-моему, много людей приехало просто на выходные. То есть на один-два дня. А так на долгосрочные, да, не у всех получается выехать. К весеннему нересту готовятся в Югре. Традиционно профилактическую акцию проводит рыбоохрана сразу с началом ледохода. Специалисты Росрыболовства при силовой поддержке Росгвардии планируют начать круглосуточное патрулирование акватории округа уже с первых дней мая. Природоохранном ведомстве напоминают, что с начала весеннего нереста запрещено использовать сети всех видов. Даже находиться на водоеме с сетными орудиями лова будет нарушением. Ловить можно будет только на удочке с берега. Такой посыл всем соблюдать правила рыболовства, исключить применение сетей, фитилей и вообще всех сетных орудий рыболовства. В том числе наших любимых пауков, которые используют при вылове с мостов. С подписки о невыезде за решетку. В игре рецидивисту изменили меру пресечения. 24-летний сургутянин уже имел судимость за кражу, получал обязательные работы, но это его не остановило. С января текущего года молодой человек вернулся к промыслу и совершил 10 краш на сумму более 85 тысяч рублей. В магазинах электроники он похищал умные колонки, игровые приставки и машинки для стрижки. Также в его сферу интересов входила парфюмерия, шампунь, сливочное масло и шоколад. В настоящее время на рассмотрении суда находятся 5 уголовных дел в отношении сургутянина. Доказано 19 эпизодов. Нарушая избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, рецидивист продолжал совершать преступление и неоднократно покидал пределы сургута. Учитывая изложенные факты, суд удовлетворил ходатайство дознавателя. В Нижневартовске накрыли подпольный игровой клуб. Для этого в городе даже провели специальную операцию. Она объединяла оперативников управления по борьбе с экономическими преступлениями окружного главка, региональное управление ФСБ и спецназ Росгвардии. Правоохранители установили, что злоумышленники арендовали нежилое помещение, где установили оборудование для азартных игр. Были задержаны 5 подозреваемых, 4 девушки и мужчина в возрасте от 18 до 29 лет. Следователи СКР возбудили два уголовных дела по статье незаконной организации и проведении азартных игр. Из игорного клуба сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, денежные средства, документацию и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Продолжение следует...